есть у меня вот такие две монеточки полушка и деньга 1731 года и вот даже полушка вообще интересная последняя цифра и единичка но на и фоне сзади как бы прорисован нулик то есть это была перерезка года и как бы матрицу забили молотком цифру 0 и перерисовали 0 на единичку но остатки старой старой гравировки остались и как бы вот такая вот двоякая монета все таки она 1731 года но со следами 1730 вот монета шагнувший из прошлого в будущее вот такая вот интересная вообще хотелось бы вспомнить чем тот год был славен чем знаменит вот по принятии самодержавия императрица анна ивановна поспешила уничтожить учреждение которое обнаружило стремление к ограничению верховной власти верховный совет в 1731 году намерен заменен был кабинетом впрочем равным ему по значению кабинет в сущности управлял всеми делами хотя и действовал иногда в смешанном составе с сенатом последний приобрел большее значение чем прежде разделено 5 департаментов духовных дел военных финансовых судебных торгово-промышленных и решал дела на общих собраниях случилось также принятие казахами младшего жуса русского подданства в этом 1731 году по предложению миниха было открыто первое учебное заведение для подготовки офицеров кадетский корпус впрочем для подготовки офицеров артиллерии инженера хвост была открыта школа пушкарского приказа еще в 1701 году кадетский корпус состоял первоначальный из 200 затем из 360 воспитанников обязательным для всех был закон божий арифметика и военные экзерцизы остальным наукам также как языкам учился кто хотел указом от 17 марта 1731 отменен закон о единонаследии майярате и окончательно уравнены поместья сводчины определен порядок наследования супругов причем вдова получала одну седьмую недвижимой и 1 четвертую движимой собственности покойного мужа даже если в том случае если вступала во второй брак указом от 6 апреля 1731 дозволено фабрикантам торговать своими товарами в собственных лавках центральное управление по торговой части несколько видоизменилось по указу от 8 октября 1731 года по этому указу мануфактур конторы берк коллеги соединены с коммерц коллегией которая разделена на три секции заведующих горным делом мануфактурами и торговлей для облегчения купечества жаловавшихся на тягость службы по выборам указом от 28 июля 1731 года установлены были сроки для выбора разных должностей и отменения некоторой должности замещавшись по выборам от купечества последующим указом в тех же видах зазовлялся иногда заменять купцов крестьянам крестьянами в 1731 году был издан таможенный тариф по которому пошлины вывозимых товаров были понижены а с некоторых вывозных товаров совсем сложены обложение по цене для большей части товаров замену пошлинами свеса меры и счета обложение товаров шедших через архангельск дополнительные пошлины в 25 процентов было отменено в 1731 издан был морской устав по которому с русских купцов отправлявших свои товары из санкт-петербурга архангельске и колы на собственных кораблях или же вообще на судах построенных в россии взималось сборов в четыре раза меньше чем было установлен тарифом с перевоза на тех же кораблях во избежание подлогов брали полную пошлину если русский подданный опускал свои товары на изнаноземных кораблях то платил лишь три четверти пошлина установленных для иностранцев так евдокия федоровна первая супруга петра первого дочь боярина федора лопухина вот петр первый вступил в брак в 1689 году в последующем году мил от нее сына алексея воспитанной по старинке евдокия федоровна не могла привязать к себе петра он с первых лет супружиться часто погибал жену для любимых потех и вскоре сблизился с красавицу немкой из немецкой слободы анной монс охлажден охлаждению к жене содействовала нелюбовь к ее родне лопухиным приверженством московской старины она напрасно жаловалась на свое одиночество и в письмах петру звала его к себе отправившись за границу в 1696 году петр из лондона просил льва рыжкина уговорить и евдокию постричь и тотчас же по возвращении москву отправил ее в суздальский покровский монастырь архимадыр монастыря не согласился постричь ефросинию за что был арестован она была пострижена под именем елены лишь в 1698 году евдокия федоровна только полгода носила иноческое платье затем стал жить мирянкой и по собственному признанию вступила связь со степаном глебовым приехавшим в суздаль для рекордского набора вместе с царевичем алексеем петровичем она была центром партии враждебной петру ростовский епископ дарисфей дарисфей пророчествовал что евдокия скоро будет опять царица и поминал ее в церках великой государыни другие предвлекали что петр примириться с женой и оставит петербург и свои реформы все это открылось из так называемых кикинского розыска по делу царевича алексея в сочувствии к евдокии федоровне были увлечены монахи и монахини суздальских монастырей крутицкий митрополит игнатий и многие другие в письмах к петру она во всем повинилась и просила только прощения чтобы ей безгодную смертью не умереть жестоко казнив всех замешанных в деле петр по отношению к ней ограничился переводом ее в другой ладожеско-успенский монастырь затем она была переведена в швейсельбург где при екатерине первой содержалась в строгом секретном заключении в 1727 она поселилась в новодевичьем затем воскресенком монастыре москве ей было назначено большое содержание дан особый двор петр второй и анна явно относились к ней с полным уважением как царица в 1731 калмыкский хан дерен дундук начал самостоятельность ношений с персией атаманской порты и от своих коньячков требовал особого почета последние восстали против церена русские защищали его своими восками в последствии чего дундук омбо собрал 11 тысяч кибиток и вступил в подданство порты то есть туркам так что же еще из того что было за границей в том числе 16 марта заключен венский союзный договор между императором священной римской империи карлом шоссе и великобританией король англии георг второй признал прагматическую санкцию в обмен на полное прекращение деятельности австрийской остынской кампании возникновение случилось первой масонской ложи в голландии герцогом пармы стал карл сын филиппа 5 законы в чехии подчинивший цехи контроля государства случились в 1731 конец марта апреля восстание и волнение в самбуле восстание было подавлено тахмасп неудачно продолжил войну с турцией потерял хамадан карем карем шах города азербайджан надир подавил восстание афганцев харассане надир не изложил тахмаспа и возвел на престол его годовалого сына при котором стал регентом 21 марта мая в санкт-петербурге издан указ об учреждении военно-морской флотилий с базой в охотске начало возрождения тихоокеанского флота россии начало зарождения тихоокеанского флота в мф россии присоединение к россии младшего жуса казахов хан абул хайр и вот центральная часть среднего жуса из того кто интересного родились петр долланд английский бизнесмен производитель оптических систем изобретатель опахмарат вот такие вот у нас события случились в том далеком 1731 году в россии и в мире ну что ж на этом пожалуй все спасибо за внимание до свидания